Привет! Вы на канале Кинетический Интеллект. Меня зовут Михаил Дементьев. Я эксперт по невербальной коммуникации, языку тела, профайлер. На этом канале мы с вами традиционно разбираемся в том, что говорит ваше тело. Как наши позы, пластика, мимика, жестикуляция влияют на впечатления, которые мы вместе с вами формируем в глазах окружающих. И сегодня на примере разбора трех адвокатов, которые работают на деле Куандыка Бешимбаева, я вам покажу, насколько важно понимать, помогает вам ваше тело в том, что вы хотите донести до окружающих, или оно мешает вас и категорически отстраняет вас от достижения заветной цели. Если вам понравится моя работа, пожалуйста, не забывайте поставить этому видео лайк, подписаться на канал, если вам больше хочется смотреть видео про язык тела. И давайте пообщаемся в комментариях, кто из адвокатов на вас произвел самое сильное впечатление. Начнем мы с Игоря Вранчева. Он защищает потерпевшую сторону, то есть брата Салтана Тукенова, Айдбека Амангельды. Далее мы разберем Ерлана Газамжанова и Наскен Кусаинову. Они защищают обвиняемого Куандыка Бешимбаева. Начинаем с Вранчева. Со стороны защиты подсудимым, потому что им не видно, что вы собираетесь решить. Это хронология всех записей с телефона. Я что здесь хотел показать? Сначала не было человека. И, судя по взглядам, приближается что-то важное, большое. Здесь я хотел отметить его уверенность и спокойствие. Абсолютно отсутствует спешка, суета, коих будет очень много у адвокатов обвиняемого. Все это, безусловно, влияет на впечатление. Если адвокат понимает, что он делает, если он обращается с какими-то артефактами по делу, с бумагами, уверенно, спокойно, это усиливает его позицию. Согласны? Да, можете продолжать. Покажите и дальше это все, что вы хотите. Это из материалов уголовного дела. Даже то, как он протягивает эти распечатки звонков, спокойно, уверенно, вот, пожалуйста, полюбуйтесь. Вот доказательства нашей правоты. У Вранчево очень устойчивый и стабильный силуэт практически всегда. Никаких нет резких перекрутов. Он не крутит головой, он не падает за головой, когда начинает движение в определенном направлении. Покажу, как это может ослаблять позицию человека. Безусловно, все эти адвокаты используют очень много риторических приемов и вербальных стратегий для того, чтобы донести то, что они хотели бы донести. И до присяжных, и для всех остальных участников процесса, в том числе и до судьи. Но то, что при этом говорит тело, впрямую влияет на образ. И мы считываем одного человека сильным, уверенным в своей позиции. И, соответственно, слова, которые он нам говорит, они воспринимаются уже через совершенно другие фильтры. Я вам хочу сегодня это прямо в деталях показать. И в очередной раз хочу поблагодарить мою ученицу, очень глубокого кинетического аналитика, Эльмиру Абайдильдинову, которая в Астане находится, тоже следит за всем этим процессом, помогает мне в этих всех видеосборках разобраться. Смотрите, насколько влияет этот устойчивый, стабильный силуэт, ровная осанка и достаточная опора на то, как воспринимается фигура адвоката здесь. И тоже обратите внимание на то, сколько внимания в данном случае Вранчев уделяет листу, сколько он читает с него. Естественно, какие-то там есть подготовленные смыслы, но сколько он уделяет своего зрительного контакта всем участникам процесса. И насколько это круто, важно присутствовать настолько в моменте, а не просто быть таким читателем. Как Бишембаев производил эти записи на свой телефон, они у нас выстраиваются из показаний. И безусловно, речь льется. Русская, очень красивая, правильная речь. Вранчев использует очень много жестов иллюстраторов и постоянно поддерживает зрительный контакт с присяжными. Потому что присяжные – это основные люди сейчас на процессе. Они будут выносить свое решение, на основании которого судья будет принимать решение итоговое. Поэтому сейчас весь фокус в этих прениях был именно на том, чтобы дать присяжным какую-то информацию, дать им прожить какие-то эмоции. Посмотрите, как это делает Вранчев. Ра, Дания, видеозаписи с камер наблюдения в самом ресторане, где мы видим, что в один из моментов, после двух часов ночи, звука нет, но видно, как раскачивается. Как раскачивается люстра, по-моему. Здесь ведь он иллюстрирует то, что происходит. Это вот очень крутое погружение людей в контекст. Жестов иллюстраторов очень много. Сделали для вас специальную сборку этих жестов иллюстраторов. Посмотрите, насколько ярко у Игоря Вранчева это проявляется. Не подпирает. Из этого у нас вытекает такая картина, что именно эти удары, которые были запечатлены и привели к смещению подвесного светильника. Смещение подвесного светильника. Это как раз удары штативом в тот момент, когда Салтанат был вынужден спрятаться от Бешимбаева в туалетной комнате. Я думаю... У него очень много используются жесты. Открытые, мягкие. И ладони он направляет к аудитории, к присяжным. Вот пример такой среднего уровня жестикуляции. Это не прижатые к груди, например, или к животу жесты. Не закрывается шея. Не делается вот такая вот черепашья голова. Это в том числе не широкие театральные жесты. Театральные какие-то интонации, которые периодически у того же Бешимбаева раскакивали. И понимаете, это воспринимается неконгруентно. Неадекватной ситуации. А здесь очень умеренная такая средняя жестикуляция. Опять же, подборку жестов иллюстраторов. Посмотрите, насколько ярко и образна его телесная речь. Насколько красноречиво его тело. Что Байжанова, она там схватила, сжала за руку. Что он видел, как она храпит или там пытается передвигаться. И затем зашел, пытался вместе с ним вывести. Она его сжала за руку. Он не видел абсолютно никаких телесных повреждений. Видите, вот эту телесную память он вызывает в людях. Что нам говорил Бешимбаев? Бешимбаев нам говорил следующее. Когда Байжанов пришел, она была раздетая. Потому что куртку она сняла, сбросила до этого. Посмотрите, что в 6.43 у нее, скажем так, одна синюшность на лице. В 6.45 она держится руку. Одна синюшность, другая синюшность. То есть как она держится рукой за голову. Видите, погружение, погружение, погружение. Вот это вот иллюстрирование очень для него характерно. И это круто. Это делает речь ярче и живее. С другой стороны. В 6.46 дальше держится. В 6.47, в 48, там 50, во все другие моменты кровь с носа течет. Кровь течет с губы. То есть отключая, ну, наверное, неудобно было одной рукой бить. Отключал телефон, калашматил ее. Потом заново включал видео. И заставлял признаться в связи, которой не было. Которую он сам себе выдумал. Для чего он это сделал? А сделал он это для того, что он с самого начала, уже ближе к вечеру, понимал, в какую ситуацию он попал. Здесь, видите, добавляется такая уже темпоритмика. С самого начала понимал, в какую ситуацию он попал. Эта вот размеренность, она характерна для тех моментов, когда человек заканчивает какую-то идею, замедляется и делает такие более явные акцентные усиления в речи. В какую ситуацию он попал. И что, чем дальше он идет по указке Бешимбаева, тем глубже... Чем дальше идет, тем глубже. Видите, есть визуализация как в горизонталь, так и по вертикали. Это очень круто. Образная память у присяжных в этот момент работает вообще на полную катушку. Здорово. В плане юридических последствий в будущем он попал. Не так-то просто, Игорю, все равно ввести свой монолог, потому что тема очень тяжелая. Посмотрите, как он адаптируется. То есть, как его тело помогает ему проживать вот эти стрессовые моменты. В юридических последствий в будущем он попадает. То есть, если сейчас есть, возможно, не оказание помощи, либо сокрытие, то в дальнейшем с сокрытием тела это будет прямое соучастие в том же... Вы видели? В руках. В руках вот есть вот эти вот почесывания. Для него очень характерные. Вот в эти моменты мы видим, насколько он волнуется. Но, тем не менее, на речи и на подаче это практически никак не отображается. Просто высший класс. Он использует достаточно часто жесты концентрации. То есть, от моментов, когда нужно какое-то описание, что ли, сделать, к моменту, когда нужно что-то конкретизировать. Конкретизировать и немного застопорить внимание людей, которые на тебя смотрят, на конкретных вот этих вот моментах. Смотрите, как он это делает. А зачем сотруднику СОП открытый БАУ, как ресторан? Сотруднику службы безопасности президента, вот он подводит к конкретизации какого-то факта. Жесты от широких, располагающих, сжимаются в конкретику. И от таких жестов иногда он переходит уже к такому указующему пальцу для того, чтобы к каким-то важным фактам привлечь внимание. Упоминание Байжановым о том, что сотрудник СОП осматривает террасу. Конкретным фактам, которые действительно важны. Чувствуете, как работает на вас тоже? Но будьте с этим, пожалуйста, аккуратны, легко свалиться в конфликтогены. Конфликтогены у него иногда такие проскакивают, вполне понятно. У него они выглядят как кулаки, такой жест подавляющий. По времени и по тем действиям, которые в этот момент происходили, наступление фактической смерти, салтанат, произошло ровно тогда, либо сразу же до... Сверху вниз одной рукой такое подавляющее, другая в этот момент в таком сжатом кулаке. Инстинктивно люди воспринимают подобного человека, когда он рассказывает про какое-то событие, как что было сконцентрировано, было тяжело. Здесь все абсолютно конгруентно, здесь все совпадает с тем, что говорит его тело и его рот. Очень здорово, эмоционально, напомню, докрашено. Очень приятно видеть человека, который умеет работать с доской, с презентацией, не прячась за ней, не перекрывая собой ее. Здесь блестящий просто пример работы «Открытой ладони». Он смотрит на то, что презентует, и далее, поворачиваясь к присяжным, об этом рассказывает. Блестящий пример. Двое других адвокатов будут совершенно по-другому работать с этой же доской. Не переключайтесь и посмотрите. Камеры концертного зала, гардеробной комнаты. На видео со звуком мы с вами слушали, когда Салтанат не могла найти номерок, Бешимбаев ей сказал, что пальто тебе больше не нужно. Мы уже об этом говорили, но я хочу ваше внимание еще раз на это обратить. Блестящий пример. Также он очень здорово владеет всякими вещдоками и артефактами. Смотрите. Ходит спокойно, никуда не суетится. Это его время. Это не тот пузырек, но... Он принес здесь нашатырь, дает понюхать. Опять же, подходит спокойно, протягивает уверенно. Не горбится, не несет вот это вот перед собой. Сохраняет достоинство, вертикаль. И даже когда разворачивается, уходит в вертикали. Супер. Это не тот пузырек, но это нашатырный спирт. И далее здесь вообще блестящий пример того, как Игорь управляет вниманием аудитории. Что он делает? Он задействует максимальное количество каналов передачи информации. Речь о пузырьке с нашатырным спиртом? Окей. Будет и на слух выделение важных моментов. Он будет использовать разную громкость голоса, интонирование. Зрение будет использовать, то есть будут наглядные схемы, фото и жестами. Он, помните, визуализирует все это очень ярко. Обоняние. Он дает всем понюхать нашатырь. Осязание. Он даже дает подержать в руках ватный диск с этим нашатырем. Видите, как он здорово включает все органы чувств людей, которые там находятся. И это действительно влияет на ощущение соединенности, погружения вообще в процесс. И использует фразу, вы сейчас ее слышите, что есть общеизвестный факт. Это автоматически возражение снимает. И также он приводит реальные и обоснованные факты про свойства нашатыря. Посмотрите. Дает ватный диск. Я вот здесь нахожусь. Вы, наверное, уже чувствуете запах. Запах пошел. Вообще, браво. Просто браво. Версия Бишимбаева, что данный нашатырный спирт был приобретен для того, чтобы привести в чувство слатанат. Но уже, как бы вот просто открыв, тут понятно, да, разбудить можно и привести в чувство любого, кроме как мертвого. Но нашатырный спирт был нужен не для того, чтобы слатанат приводить чувство, а как раз-таки уничтожить те явные следы, которые на тот момент желательно было уничтожить. И к таким следам относятся как раз-таки пятна крови. У нашатыря, помимо его медицинского применения, общеизвестный факт, что он используется как основной элемент ряда чистящих и моющих средств. Видите, очень здорово. Пробросил мостик. И вообще он акцентирует и интенсионно выделяет очень важные моменты в речи. И речью управляет просто блестяще. Он регулирует и громкость, и темп речи, и вот эту вот акцентность внутри нее. Но добавляет жесты, помните, когда он акцентирует ваше внимание на чем-то и на особенно важном. И все время зрительный контакт держит. Продуманности Бешимбаева явно... Все остальные вы увидите, что просто будут читать по листочку. Причем, в отличие от Байжанова, русским языком они нормально владеют. Но то, как смотрится подобное владение материалом в сравнении с теми, кто так прикрывшись листочками все это читает, удручающее впечатление. И разница в классе людей, в классе специалистов имеется в виду фантастическая. Почему следствие не обнаружило следы отпечатков пальцев на посуде? Все визуализирует. Объяснение простое. Пауза. Объяснение простое. То есть он разговаривает с ними абсолютно по-человечески. И очень здорово усиливает речь жестом-иллюстратором. В данном случае, опять, с одной стороны, это вроде как конфликтоген, если вы начинаете использовать указывающий перст такой. И резкие движения к этому добавляете. И это просто усиливает, если вам нужна в моменте, вот такая эмоция агрессии. Смотрите. И вот эта вся накрутка, она и является тем самым умыслом для того, чтобы начать с избиения. Начать с избиения. Видите, здесь подключает палец. Уже так припечатывает. И здесь очень интересный момент хочу показать. Он умеет, видимо, пользоваться, может быть, инстинктивно, может быть, где-то обучался. С точки зрения кинетического интеллекта здесь просто блестяще. Есть такой вектор воздух. То есть когда мы говорим про какие-то мечты, фантазии, это все больше тело работает назад, вверх, либо в сторону, назад и в сторону. И здесь посмотрите, как у Игоря это получается. Когда он будет говорить о том, что Бешембайф это все нафантазировал себе. Смотрите на жесты и на то, как будет работать тело. Жену, у которой когда-то, возможно, что-то было. Жену, у которой, возможно, когда-то что-то было. Назад и в сторону. Широкая амплитуда жеста. Усиливает данную, что возможно, когда-то что-то и было. И интонационно здесь. Так возможно, когда-то что-то и было. И за счет этого добавления интонации сам факт возможности такой ситуации слегка обесценивается. Небольшая манипуляция. Но здесь это просто позволяет лучше присяжным и участникам процесса осознать, что действительно, может быть, это не так уж и важно. И вообще непонятно, был-то кто-то у нее или нет. Коротенький фрагмент. Еще раз насладитесь. Жену, у которой когда-то, возможно, что-то было. Супер. Вранчев вообще очень искренне сочувствует и Айтбеку, и всем, кто переживает о том, что салты с нами больше нет. Он переживает эту ситуацию. У него включаются адаптеры. И помните, такие были перетирания, пожимания пальцев, теребление такое. А опять же, он сейчас даже снимет очки. И мы увидим в большем проявлении, как выглядят его эти адаптеры по кистям. Байжанов. Несмотря на все то, что Байжанов, он, скажем так, под Бешимбаевым полностью, но Байжанов тоже далеко не глупый и достаточно умный человек. В чем это заключается? В том, что, во-первых, он вызвал скорую. Я на 100% уверен, и Байжанов здесь у нас в ходе своего допроса. Здесь все-таки вот такое личное отношение проскакивает. Если бы он смог его еще больше отстранить, он бы был более роботизированным. Менее таким, что ли, человечным. А присяжные, это же люди, нельзя вот эту человечность выключать. Поэтому здесь то, что с одной стороны, то, что можно было бы слегка так это покорить, поругать, здесь так и нужно. Человечность, эмоциональность здесь абсолютно нужна. Целую подборку сделал для вас вот этих вот характерных адаптеров, как он переминает пальцы, играет с ними, с кольцом. Просто посмотрите, как это выглядит и подумайте, ответьте для себя, мешает ли это его уверенному образу или все-таки допустимо. Посмотрите и давайте, может, в комментариях напишите. Естественно, Тюль не передаст всех тех, всей той ситуации и возможность обозреть всего того, что было в этой кабинке. И погром, и разбитая посуда, и валяющаяся бутылка. Прижимается рука еще. Но это, что да, расспрашивал. Теперь я вот вернусь назад к той версии касательно того, что сотрудник СОП в нашей стране беспредел и полная безнаказанность. Поэтому, уважаемый присяжный заседатель, я прошу вас всю ту позицию, которая была высказана государственными обвинителями, все те доводы, которые были высказаны моими коллегами, принять один... И посмотрите, как он меняется, когда говорит на темы житейские, не про насилие, не про убийство. Из его жестов вот эти конфликтогены уходят. Жетикуляция становится более мягкая такая, располагающая. За счет того, что ладони раскрываются, мы больше видим его внутреннюю часть ладоней. Никаких давящих жестов нет. Просто посмотрите, какой он может быть в эти моменты. Медицинский работник в телефоне оказался. Из них три врача, которые... Разные направленности. Это те, к которым моя семья регулярно обращается, мнению которых мы доверяем, просто даже проконсультироваться, что как с детьми, или как с родителями, или еще что-то. Больше открытости. У любого человека есть в окружении врачи. Почему Байжанов не позвонил? Мы, опять же, сегодня мы не рассматриваем суть, что именно они говорят. Мы здесь посвящаем разбор тому, как они говорят. Жесты конфликтогены появляются у него достаточно обильно, когда он говорит про Бешимбаева. Жесты у него рубящие, протыкающие такие, подавляющие. Посмотрите на них. Характеристикам его же психологов, которые мы здесь видели, нарцисс и садист, вот он это все испытывал. Начинаются разрубания, и всегда это гораздо более конфликтно воспринимается. Вот эта вот потребность в смаковании того, что он сделал, и в ходе судебного заседания. Они в паре. Также, Игорь, очень здорово использует жесты из синего вектора. Это про власть, про упорядочение, про систематизацию, про экспертность. Именно так это и работает. Посмотрите, как это у него выглядит. Так были, так и остаются. Был бы приглашен стороной Байжанова, который бы показал нам. И своими показаниями, своими действиями он, Салтанат убил не только 9 ноября, он продолжал ее убивать здесь. В вашем присутствии, на ваших глазах, на глазах родственников. Тело тоже вот так вот вперед и вниз работает. Это про власть, про приземление, про конкретизацию и систематизацию. Чего это? Интересно в этом разбираться, согласна. Очень много есть видео на этом канале, но если вам интересны, может быть, более такие короткие формат контента, где я как раз и показываю, как жесты, позы, мимика влияют на впечатление абсолютно в разных контекстах, я вас приглашаю подписаться на свой телеграм-канал. По этому QR-коду можете к нему перейти. Также ссылка на него будет в описании. Я там постоянно выкладываю какую-то новую информацию, не только про это дело, а вообще про жизнь, разные звезды, разные события и все то, как наш язык тела может быть нашим другом, чтобы мы с ним наладили понимание, чтобы он нам помогал легче добиваться результатов в жизни, в бизнесе, в карьере, в личных отношениях. В общем, добро пожаловать в телеграм-канал, там много-много всего для вас интересного. Я сам все читаю и вместе с вами мы там тоже можем здорово пообщаться. Ссылка, напомню, по этому QR-коду или в описании. Не забудьте подписаться, я вас буду очень ждать. Итак, дальше. Вот мы видим конкретное проявление жестов из вот этого синего властного вектора. Добавляет это ему конкретики, власти, серьезность. И когда он визуализирует бессмысленность, обратите внимание, как он здорово это делает. ...чтобы избежать уголовной ответственности. И я повторюсь, если удастся избежать уголовной ответственности Бешимбаеву по этому делу, в нашей стране я понимаю, что делать будет нечего. Все это будет дальше продолжаться. Спасибо. Блестящее выступление, согласны. А на сцену у нас выходит Ерлан Газамжанов. Давайте посмотрим на его стиль ведения адвокатских речей. Подготовили они материалы вместе с Наскин Кусаиновой. Но сейчас вы станете свидетелями просто вот на фоне того, насколько был стабилен и уверен в себе Игорь. Вы увидите обилие спешки, суеты. Будет очень много лишних движений. Такое мельтешение будет складываться. Просто посмотрите и понаблюдайте за разницей. Когда они здесь будут выходить, будет очень много лишних суетных движений. И, видите, насколько спешит человек, можно понять по углу наклона его корпуса. Вот здесь специально для вас более наглядно делаю. Вранчев так себе не позволял бегать в таком наклоне. Мы же не на спортивных состязаниях. Если человек суетится, мельтешит, помогает ли ему это создать уверенный образ? Конечно, нет. И вот это мельтешение очень здорово будет ему мешать. И Вранчев даже будет открыто выражать свои несогласия. В том, что они будут разъяснять, дело в том, что они вешают нормы Уголовного кодекса, которые доступны для прочтения. Поэтому мы просим... Но я хочу показывать. Не надо показывать. Защитник, еще раз покажите, пожалуйста. Открыть уголовный кодекс. И здесь будет очень показательная реакция Газамжанова на вот это вот замечание Вранчева. Почему нужно всегда препятствовать старанию защиты? Защитник, покажите. Ходит что-то, бубнит непонятно кому. Открыто он свое неудовольствие не выражает, как бы себе говорит, но он же понимает, что все слышат. Своими делами занимается, обустраивает место для выступления, хотя судья просит показать, а что это вы там вообще повесили-то. А вот посмотрите на этого человека и ответьте на вопрос. У него вообще все под контролем? Вот видите, вы такого адвоката. Все у него под контролем? Помогает ему этот телесный образ создать впечатление уверенности в том, что все на мази, все под контролем. Вот это вот избыточная скорость и суета, обилие вот этих лишних движений действительно просаживают образ. Руки вы не даете нормально отработать. Хорошо. Так, прежде чем, защитник, вы приступите к своей речи, еще раз хочу разъяснить, что в первой части судебных премий высказываются позиции сторон по поводу доказанности либо недоказанности. В общем, вот такой у нас предпроцесс. Вроде как еще выступать не начал, но аромат уже вокруг себя создал. Что мы видим? Очень подвижный силуэт, мало опорности, очень много таких расшатываний. И вот эта вот тяжесть во взаимодействии с бумагами, видите, ему передают бумаги, тяжесть, напряжение, а это всего лишь бумаги. Если ему тяжело поворачиваться, легко ли ему будет доказывать невиновность своего подзащитного? Работа с бумагами опять, видите, насколько тяжело это все. И вспомните, насколько легко со всякими артефактами работал вранчик. Я просто показываю контраст людей разной квалификации, разной подготовки, и мы с вами отвечаем себе на вопрос, помогает это в профессиональной деятельности или мешает. Очень много амплитудных раскачиваний силуэта, видите, он просто стоит очень неровно, расшатывается. Обычно люди, которые производят впечатление уверенное, конкретное, серьезное, они стабильны или расшатываются. Вот такой человек, какое бы впечатление начал формировать у вас? Напишите, пожалуйста, в комментариях, мне реально интересно, давайте пообщаемся. Далее. Чтение с листа. То есть в целом, помните, сколько было зрительного контакта у вранчева, и здесь практически все, что он будет доносить, это все будет вот так вот читаться с листа. Отсутствие зрительного контакта мешается на стройке. А для присяжных это крайне важно. Вот это вот человеческие эмоции поймать через чтение с листа невозможно. Снова обилие адаптации. Сейчас абсолютно не важно, что он говорит. Просто вот смотрите на этого человека и спрашивайте себя, хочу ли я верить тому, что он говорит. Слова здесь вообще отходят на абсолютно десятый план. О неконгруентности. Он сейчас будет говорить про три случая, но сначала показывает четыре пальца, потом снова загибает палец, как бы остается три пальца, но потом снова четыре. Мешанина. И вот я хочу сказать, что в те моменты, когда мы пытаемся понять, верить этому человеку или не верить, и мы вот такую мешанину, разность информации считываем из его вербального канала, то есть через слова, из невербального, через тело, то три, то четыре, это все скачет, это мешает восприятию. И очень с большой вероятностью мозг закодирует у себя внутри что-то непонятное, как опасное, либо вообще эта информация не дойдет до глубоких зон, до осознания, до напоминания, потому что зачем тратить энергию самую драгоценную, что у мозга есть ресурс на то, чтобы обработать то, что не нужно. Вот. Смотрите, как это происходит. По обвинительному акту предъявляется всего три случая. Три. Нанесение побоев. Если вы откроете статью уголовного кодекса, там написано. Три случая, но показывает четыре. Потом убирает. Три. Потом опять. Опять четыре. Очень сложно. И снова говорит про три и снова показывает четыре. Это мешает восприятию, мешает сонастройке, мешает сказать присяжным окей, я тебе доверяю. С чем ты пришел? Расскажи. Я весь во внимании. Это все мешает. В кодексе там написано, что такое истязание. Истязание это систематическое, нанесение побоев. Но три случая в год совместной жизни, это что, систематическое нанесение побоев? Линия вообще защиты, понятно, что три раза в год обращение, это что, систематическое нанесение побоев? Ну, подумаешь, три раза в год. Господи, Боже мой. Жесты иллюстраторы он тоже использует и вот это вот пытается нормализовать факты побоев. Посмотрите. Они гуляли, отдыхали, ездили, куда хотели, кушали, что хотели, носили дорогие, украшения, одежда. И три раза у них был конфликт, все это систематическое истязание, систематическое нанесение побоев. Давайте каждого мужа влазить в любую семью и за три конфликта в год будем давать от четырех до семи лет давать. Такая вот генерализация, видите, отход от конкретного факта к общему. Ну, давайте тогда всех мужей, которые три раза в год бьют своих жен, давайте им давать тоже сорока. Стратегия, конечно, странная, но мы здесь все-таки про тело. Посмотрите, очень важный момент про неуважение к судье. Оно будет и у него, и у Кусаиновой. Отсутствие телесной проекции зрительного контакта, когда судья обращается. Не повернуться корпусом, не посмотреть даже. Обратите внимание, как это все выглядит. Очень неприятненько. Защитник, если вы еще раз допустите такие высказывания, суд вынужден будет на это отреагировать в соответствующем образом. Когда она говорит, судья, он даже не смотрит на нее, он даже не повернут к ней. Типа, ну, говорите, говорите. Он опять вечно недоволен и предупреждение судьи называет угрозами. Снова как бы поднос что-то бубнит. Смотрите, как это происходит. Понятно, защитник? Я понял вашу угрозу. Я понял вашу угрозу. Это ведь не угроза, это просто замечание в ходе судебного заседания. вопросы у меня. Теперь согласно убийству. Ну, потому что постоянно уважаемый суд, мне только угрожать, но почему-то... И решают здесь открыто высказать неудовольствие свое на предупреждение судьи. Это реально похоже на такую детскую манипуляцию. Почему вот мне только угрожаете, а почему к другим так не относитесь? Вот так это я считываю. Мне только угрожать, защитник. Одну минуту. Да. Попал. Понимает, что нужно защищаться. Такой защитный барьер складывает из листа бумаги и своего локтя. Вы знаете требования уголовно-процессуального законодательства. Первая часть судебных премий состоит только доказанности либо недоказанности. Обратите внимание, как он ее слушает. Его абсолютно не волнует, что она говорит о чем-то о своем. Думает и сейчас смотрите, он то в потолок будет смотреть, то губы поджимать, переживать то, что ему приходится здесь выносить из-за того, что он сам вообще спровоцировал. Доказанности либо недоказанности. Если вы будете еще раз вести себя соответствующим образом, еще раз вам говорю, суд вынужден будет отреагировать на это соответствующим образом. И это поверьте не угроза, это то, что вы нарушаете сейчас уголовно-процессуальное законодательство. Можете продолжать. Можете продолжать. Здесь поджимаются губки, обиделся. Без нарушения норм уголовно-процессуального законодательства. Прошу, защитник. Теперь я перейду к серьезному преступлению, убийству. Самое время. После такого, ничего не ответив, просто перейти к теме серьезных преступлений. И здесь вы увидите вообще уровень владения материалом. Смотрите. То есть только умышленное причинение смерти по закону является убийством. Все остальные случаи наступления смерти нельзя называть убийством. И в данном случае адаптация через облизывание губ. Их будет очень много. облизывание. Слушайте, как он это формулирует. И в данном случае Бешамбаев признает себя виновным причинением насколько мешает восприятию адекватному логичному уверенному восприятию вот подобные зависания. Бешамбаев признает и вот эти вот волнения сдобренные подобными раскачиваниями видите очень серьезно просаживают и так шаткую мягко говоря позицию защиты обвиняемого. Используются конфликтогены такой указующий перст. Он не считает это убийством потому что он не считает что он сделал умышленным. Не предполагал и не стремился к этому. Здесь целая подборка этих вот адаптеров посмотрите в каких моментах они вылезают то есть в моменты наибольшего такого пикового стрессового возбуждения. полагал и не стремился к этому. Понять этот вопрос никаких попыток Бешимбаев нанять киллера в деле не имеется. Нанять киллера в деле не имеется. Здесь я бы не сказал что это в прямую про вранье это просто моменты пикового стресса решил для вас показать. Также для него характерны такие тяжелые долгие выдохи но в целом тяжело человеку выполнять подобные обязанности. Поэтому она здесь не хотелось чтобы ее данные раскрылись. долгая правда зачем отнимать наше время если тяжело человеку это еще одна подборка просто их рядом поставил их много вот этих выдохов тоже про владение собой владение материалом про подачу этого видео хочу вам это посмот задыхание нестабильность все это создает впечатление о том что человек может быть не совсем на своем месте не совсем может донести то что возможно стоило бы донести просто мы видим человека которому тяжело как пример так защитник учитывая еще один пример неуважения к суду давайте рассмотрим защитник учитывая вашу позицию мне придется все-таки вам разъяснить досконально раз вы уже не понимаете и здесь я вот аналогию российской живописи нашел у Федора Решетникова была замечательная картина когда мы еще в школе проходили она 52-го года очень показательная есть такие характерные лица и позы запомните позу и выражение лица этого мальчика и те эмоции которые сейчас будут испытывать Газанжара защитник первая часть судебных прием состоят из речей участников процесса по поводу доказанности либо недоказанности ему базу судья вынужден объяснять предъявленного обвинения так смотрите за его реакцией и мимически и телесно судом только что три раза было сделано вам замечание однако вы несмотря на это все равно повторяете свои доводы которые недопустимы в присутствии присяжных заседателей раз вы не понимаете какая же профессиональная судья просто браво понимаете еще раз разъясняя судебно мягко спокойно разъясняет несмотря на троекратное нарушение со стороны Газанжара стороны не должны допускать неэтичные не тактичные высказывания которые вы до этого уже допустили если вам непонятно что такое неэтичные высказывания разъясняя что это непорядочное несоответствующее правилам поведения и морали вот ваша фраза которая до этого была сказана она не соответствует никаким нормам ни морали ни поведения это во-первых во-вторых неоднократно я вам обращайте внимание сейчас на его реакцию разъясняю требования статьи 650 уголовно-правоциально просто в себе и даже не смотрит ни глазами ни телесно не поворачивается к суде что тоже все-таки натягивает 383 уголовно-правоциального кодекса однако вы на это никак не реагируете поэтому еще раз вас предупреждаю защитник в случае если вы еще раз допустите нарушение норм уголовно-правоциального законодательства суд вынужден будет еще раз отреагировать на вас соответствующим вынесением соответствующих но в целом по эмоциям встания вот той стороны вы все видите по этим лицам я думаю вы уже многое читаете про настроение людей и в целом действительно это очень похоже на эмоции которыми веет вот эта картина опять-вык вот такой вот у нас Газамжанов и пока он помогает своей коллеге на сценку Саиновой развесить материалы для ее части речи я вам хочу показать то как меня тут внезапно упомянули на суде Алибек Секеров адвокат Байжанова видимо посмотрел мой разбор а если кстати не видели мой разбор Байжанова вот он здесь по ссылке которая сейчас появилась у вас на экране будет доступен и так он его зацепил что Алибек не смог не упомянуть этот разбор в суде интересный для меня кейс давайте послушаем как это было Я обратил внимание уважаемый присяжный заседатель и уважаемые участники процесса обратите внимание на ютуб канал одного эксперта Михаила Дементьева я его вот на досуге посмотрел он занимается невербальной коммуникацией присяжный заседатель не вправе собирать сведения из других непроцессуальных источников пожалуйста не отклоняйтесь от объема предъявленного обвинения и выступите согласно с требованиями статьи 383 уголовно-процессуального кодекса Прошу Здорово действительно непроцессуальный источник это те материалы которые я готовил действительно нельзя использовать в суде это просто для образовательных ваших целей мне нравится с какой настойчивостью Алибек рекомендует тем не менее посмотреть мой разбор материал из моего канала Прошу защитник Да уважаемый суд я конечно с вами соглашусь и полностью подчинюсь уголовно-процессуальному законодательству но однако я бы хотел бы отметить что там именно Голословие Сказали же что нельзя использовать нет это я все понял со всем уважением но тем не менее посмотрите Голословие именно Защитник Голословие Защитник пожалуйста в рамках предъявленного обвинения в соответствии с требованиями статьи 383 Если вы думаете что на этом все то нет Алибек верю в вас еще раз пожалуйста Далее хотел бы ограничиться и в завершении сказать так как мне не дали высказать но тем не менее я бы хотел бы подчеркнуть о том что посмотрев эту запись вы поймете Далее Посмотрите Браво Алибек очень вам благодарен Итак к чему была в том числе эта вставка потому что материал из непроцессуальных источников нельзя использовать для судебных заседаний тем более для того чтобы ими как-то апеллировать ко мнению присяжных Мы сейчас видим как два адвоката Бешимбаева развесили вот эти вот схемы непонятного происхождения Что же сейчас произойдет Кстати мы снова здесь видим суету Очень много лишних движений что-то поднимается что-то падается И в целом когда дается ей судьей слово мы видим что с очень большим напряжением Наскен тоже приступает к своей речи через такое кривление В целом это эмоция родственница страха и страшно начинать подобную свою речь Защитник Уважаемый суд Уважаемый псяг Мы видим что здесь она нервно теребит лист бумаги точно так же как и Газамжанов закрывается им от всех остальных добавляет этой уверенности Уважаемый псяг Она защищается вот этим листом бумаги и ручка тоже как дополнительный такой барьер и стоит она за доской даже не на ее уровне как стоял только что Газамжанов и помните как блестяще стоял перед доской просто как школьный учитель очень авторитетный стоял вранчев здесь у нас Кусаинова будет практически все время проводить за доской как бы прячась от нее чувствуете как это влияет на ощущение силы и значимости от эксперта в данном случае от адвоката Уважаемые стороны Снова тяжелые вздохи уважаемые стороны это в самом начале сколько уверенности в этом многое становится понятно про уровень подготовки и количество аргументов со стороны обвиняемого и говорит она тише чем обычно начинает она очень робко но она вскоре разойдется смотрите в первую очередь я хочу обратить внимание что в действительности обычно у нее очень громкие реплики данный процесс был непростой и также вот сейчас ей лист пока не нужен я очень всегда рекомендую подобные листы не бежать перед собой убирать вдоль тела куда-то подальше чтобы не было ничего что между нами может нас разделять этого разделителя чтобы не было это мешает особенно вот на фазе сонастройки когда она вышла и собрала внимание но в то же время видим что человек отдаляется от нас ставя вот эти вот преграды непростой для всех в том числе и для вас попытка здесь сонастроиться была неплохая но дальше она абсолютно уйдет в чтение снова будут тяжелые вздохи но я понимаю Бешимбаев сказал я не буду защищаться она умерла все вот пошла театральщина Бешимбаев сказал я не буду защищаться она умерла все очень активная жестикуляция эмоциональности через голос действительно ее выступление это придает и зрительный контакт поначалу она поддерживает даже жесты с открытыми ладонями направляет к присяжным такая театральная вставочка здесь но взгляд ее очень такой бегающий очень мало зрительного контакта и взгляд постоянно по всему залу бегает то есть нет фокусности которая была бы очень здесь к месту снова очень много адаптеров в виде поджиманий губ очень глубокие вдохи так защитник отметку делает и адаптация в том числе через рот тоже это выглядит все не очень презентабельно настолько амплитудно что-то там прочищать тоже не рекомендую так делать что мы видим еще у нее конфликтность в жестах ручка очень часто направлена на присяжных она все больше и больше повышает громкость интонирует переходит почти на крик это так угрожающе звучит и ей даже судья снова сделает за это замечание мимические эмоции злости гнева и до челюсти выдвинута вперед следите скоро все это появится я вам просто заранее спали даже сама причина смерти говорит о том что здесь нет умышленного убийства и нет особой здесь угрожающий такой взгляд челюсть вперед кулак появляется то есть она пытается прям доказать это в том числе и тело подключая может быть маловато аргументов вам вчера показывали емкости жидкости показывали как оно накапливается и так далее хорошо очень много здесь рубящих жестов конфликтных угрожающих больше наклон тела вперед чувствуете как меняется ощущение от этого человека когда он начинает вам конкретно что-то угрожать хочется ли принимать адекватные аргументы от подобного человека или скорее вы подумайте ну его не буду я с ним лучше связываться и здесь она уже наскен переходит на практически крик здесь говорить о том что в действительности сатана легла спать она сама даже не понимала она сама сжатые кулаки ручка постоянно протокающая напряжение челюсти выдвинуты вперед напрягается мышцы шея снова кулак корпус вперед очень такой конфликтный корпус получается и образ тем более когда человек еще кричит при этом и кулаками сверху вниз машет и разрубает ручкой жестами действительно это прям такой звенящий агрессивный получается и там капает кровь и накапливается и накопившаяся кровь уже сдавила ее головной мозг салтанат сама не понимала салтанат не жаловалась не говорила откуда мог знать Бешимбаев что такое могло произойти да там были побои громкость она не понимает что нужно этим управлять не регулирует это видно на видео которые в зале и судья уже не выдерживает видео которое VIP1 вы все это видели чуть-чуть голос можете можно спокойнее не крича хорошо спокойнее не крича и обратили внимание как тоже она реагирует хорошо уважаемый суд то есть сказать это лучше конечно судье только после этого повернуться и продолжить что делает она хорошо уважаемый суд без контакта не принимается это как вежливость добавляется здесь еще больше таких растопыренных пальцев которые в присяжных направлены вот через агрессию все это нравится и это доказывает нравится вряд ли материалами уголов и вот это постоянно снова переходит на крик тревожное психологическое состояние мы должны это разбирать без этого никак снова судья не выдерживает я понимаю ваши отношения сторона защиты еще раз говорю сбавьте тон пожалуйста нет необходимости повышенным тоном разговаривать прошу здесь нас кем принимает замечание с такой сленцой ну хорошо хорошо полностью отсутствуется настройка видите нет зрительного контакта между ними ну хорошо хорошо говорит она достаточно много маскулинности в силуэте кусаиновой это и широкая постановка ног видите насколько широко они стоят поза симметрична такой строгий пиджак я не говоря о том что здесь должна быть какая-то мягкая сквозящая асимметричная женщина типа Мэрилин Монро нет но здесь слишком много агрессивной такой мужской энергетики по-моему это мешает процессу и здесь такой низенький я уловил смешок при упоминании Халим Назарова это эксперт который делал выкладки и попытка его очернить со стороны кусаиновой тоже не очень красиво не очень профессионально уловите этот смешок это манипулятивная такая тема были вызваны эксперты Фанасюра Каймер Денов гистологи Успанова и Умаров был удобен суду если есть один только эксперт но слышали этот смешок если есть один только эксперт один только эксперт и сразу же попытка его очернить о своей практике Халим Назарова в Алмате все хорошо знают с такой с улыбочкой Халим Назарова хорошо знают это подловато это низковато и мы видим реакцию Ивранчева и Айдбека слова если кто-то вдруг может здесь прочитать по губам прочитайте пожалуйста напишите в комментариях что они говорят здесь мы не возражали мне интересно было его услышать как он будет все обидеть и в завершении речи тон ее становится гораздо спокойнее чем конечно был когда она просто переходила на крик и вот конфликтность она все-таки догадалась сменить на смирение возможно помог перерыв сравните разницу ее убивать для чего ему нужно было это снимать для чего все это нужно было вам всем показывать для чего был выбран именно суд присяжных у него единственная надежда что именно вы и уважаемый суд и уважаемый суд профессионал своего дела правильно определить вот здесь хотя бы обратила внимание что уважаемый суд профессионал своего дела Вот насколько было бы лучше, если бы даже на замечание Кусаинова реагировала, хотя бы повернув корпус и уделив хоть немного зрительного контакта столь профессиональной судьи. Я с каждым заседанием просто восхищаюсь. Поначалу были у меня сомнения, что она что-то там вроде как-то заинтересована. Здесь я просто вижу человека, который супер профессионально выполняет свою судейскую работу и выносит эмоциональное напряжение в безумие. Рефикации данного преступления. Я надеюсь, что вы примете законное и обоснованное решение. Спасибо. Спасибо. Обижала. Но здесь хотя бы без бумажки. Вот опять же, смотрите, насколько увереннее человек просто воспринимается, когда он не читает бумажки, а уделяет свое человеческое внимание. Вот такой у нас сегодня разбор получился. Такие у нас сегодня герои. Игорь Вранчев, Ерлан Газымжанов и Наскен Кусаинова. Давайте в комментариях пообщаемся. Как вам вообще восприятие их как адвокатов? Что сами заметили по их телу? Что им помогало в речах? Что им мешало в создании образа для всех участников процесса? А с вами был проект «Кинетический интеллект». Я Михаил Дементьев. До встречи в скорых разборах. Пока.